МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». Российских водителей вновь обязали раскошелиться. Правительство России дополнило правила дорожного движения пунктом, обязывающим водителей в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов при покидании автомобиля надевать светоотражающую куртку или жилет. В постановлении приводятся статистические данные за полгода, согласно которым на российских дорогах в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тысяч наездов на пешеходов. В этих ДТП погибло более 1300 человек. Также возросло количество наездов на водителей. За 6 месяцев 2017 года произошло 66 таких в ДТП. Я подсчитал, сколько стоит нововведение. Итак, через 3 месяца светоотражающие жилеты должны быть в каждом транспортном средстве, которое передвигается по дорогам общего пользования. Ровно так же, как и аптечка и огнетушитель. При этом лежать не в багажнике, а в салоне автомобиля, чтобы в случае необходимости не бегать без жилета по темной дороге. Что, надо сказать, создает немаленький сегмент рынка спецодежды? Посчитаем. В России, по данным ГИБДД, на 2017 год 56 миллионов автомобилей. Жилетка положена как минимум одна на каждое транспортное средство. Но если вы ездите с пассажирами, и они тоже выбегают на темную дорогу или обочины, то придется покупать не одну, а две, а то и три жилетки. Мы, однако, возьмем по минимуму и умножим 56 миллионов на среднюю цену светоотражающей одежки. По нашим расчетам, она составляет 300 рублей за штуку. Хотя разброс цен на рынке огромный. От 170 рублей за жилет эконом класса до 2500 рублей для тех, кто желает блистать в темноте, как елочная игрушка с подсветкой. Простое арифметическое действие показывает. Разовая закупка жилетов обойдется автовладельцам России в 17 миллиардов рублей. К этой сумме надо добавить затраты дорожных рабочих, гаишников, сотрудников метрополитенов и железнодорожного транспорта, которые обязаны носить желтые жилеты даже днем. В итоге получим объем рынка на 400-500 миллионов долларов. Я полазил в интернете и насчитал как минимум десяток отечественных производителей светоотражающих жилетов. Таким образом, можно утешиться, что деньги водителей уйдут не в Китай, а на развитие собственной экономики. Хотя, конечно, не исключено, что рынок наводнится подделками по 30-50 рублей, которые не соответствуют никаким ГОСТам, но выглядят как настоящие. Откуда вообще взялась такая идея? Вообще-то это уже заведено там, в европейских странах. Вот только на практике, когда я возвращаюсь с женой с дачи из Кинеля, то по дороге их прям главная мысль, как бы кого не задавить. Правда, там много населенных пунктов, а под колеса бросаются совсем не водители без жилетов, а очень даже пешеходы. И знаете, дело прежде всего ни в каких не в жилетах. Хотя они бы помогли, если заставить тех же пешеходов их носить, конечно. Главная беда – нормального освещения трассы нет. Темно вечером на дороге. Думаю, что там в Европе такого вблизи крупного города просто увидеть невозможно. 60% уличных фонарей, опоры и кабелей в России считаются устаревшими. Большая часть дорог в регионах имеет освещенность 2-3 раза ниже нормы. При этом в некоторых местах до сих пор используют неэффективные лампы накаливания и ртутные лампы. Львиную долю оборудования пора менять. Вот только не на что. Что-то постоянно случается с бюджетными деньгами. Куда-то они деваются. И на освещение дорог их не хватает. Но наши чиновники – люди остроумные, выход нашли. Правда, как всегда, за счет граждан, автовладельцев. Я убежден, что правильнее было бы развернуть агитационную кампанию и предупреждать, рекомендовать, объяснять людям, почему светоотражающую одежду нужно покупать и носить, а не грозить штрафам и заставлять. Увы, видимо, чем больше штрафов, тем крепче наша держава. Так что готовьте ваши денежки. Чиновники сами тоже купят по жилетке. Так что все по справедливости. Это была программа «Цифры». Я Андрей Асташкин. Увидимся.